Как я разговариваю с троллями? Как я вообще с людьми разговариваю? Как я вообще когда сталкиваюсь с тем, что мне напишут какую-то чушь, ну например, ты на самом деле думаешь, что ты такой умный? Ну да, я там так старался, старался, там работал, работал, ну это как и у всех бывает, ну ты делаешь какие-то усилия, делаешь какие-то усилия, и вдруг ты ждешь результат, а тебе вместо результата бах по голове. Ну вот я вот сделал недавно ролик, показываю свои картины там допустим или еще что-то, рассказываю о книжках, а не потому что я рекламу себе делаю, меня и так многие знают, дело не в этом, а дело в том, что там в этой книжке есть какой-то мой опус такой интересный, который прочитаешь, ну просто мне самому нравится. Вот, ну например, что жизнь и есть само творчество, если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Ну много таких у меня, и метафор там, ну очень хорошие, например, когда сходятся наши желания, открываются и наши возможности, да, ну очень много там умного я пишу, ну что делать, ну так вот уж получилось. И вдруг пишет мне, или кто-то там мне звонит и такует, напишет, ой, ну например, я вот про картины там говорил, и вдруг мне там пишут. Вы действительно считаете, что вы умеете делать картины? Ну что мне хочется в этот момент и что надо сделать в этот момент? Вот когда я получаю в ответ на свое усилие, вместо результата, поощрения, поддержки, ну как любой человек, у меня же эмоции есть, да, и в этот момент я делаю что? А хотелось бы что сделать? Мне бы хотелось в этот момент, когда я, ну я же эмоциональный человек, живой, да, и вот я читаю такой тролль, допустим, да, вот. Вы действительно считаете, что вы умеете что-то? И мне хочется сказать, ну козел! Ну да, но фрустрация такая, резкая, взрыв, адреналина, потому что в этот момент на меня нападают, и мне хочется защититься, самоутвердиться, эго проявить, дать по башке как следует. А что надо сделать? А надо просто вот так закатить глаза и сосчитать в уме до пяти, ну может и до трех, да, и сразу вспомнить. Ну это же пишет человек, который, наверное, недопонял, которого, наверное, в детстве меньше хвалили за хорошие поступки, а чаще ругали за плохие. А может быть у него и голова болит, а может он не выспался, а может он прекрасный человек, может это прекрасная девочка или прекрасный парень. Ну поговори с ним по-человечески, и откроется другая сторона Луны, да, и вдруг он просто раскроется, и на самом деле я вот так разговариваю с троллами. Главное вспомнить момент, когда у вас хочется дать по башке кому-то, сказать, ну ты козел! В этот момент надо раз, отрешиться и вспомнить, и вспомнить. Что ты человек, да, ты человек, а он, он в этот момент, может быть несчастный, нуждается в помощи. А может просто подросток, а подростку свойственно самоутверждаться. Я же себе помню, да, и на выставках там где-то нас водили, и что-то там, кто-то писал там что-то про себя, что он такой великий, такой гениальный. Если про него кто-то такое пишет, и если он уже такой раскрученный, так ты прямо вот так вот, дорогой мой тролль, ты вот так вот. А когда он не попадает в твой стереотип, в шаблон, то тебе хочется себя показать, как в психиатрической больнице. Когда кто-то говорит, я Наполеон, ну это шутка, а доктор ему говорит, как же ты можешь быть Наполеоном, это же я Наполеон. Ты Наполеон, дорогой мой, а лучше ты вспомни, когда что-то кто-то говорит или допустим тебя троллят, сделай вот так вот, отрешенный взгляд, задумайся, сочетай в уме до пяти и вспомни, что мы люди, что мы люди, эмоции у нас у всех бывают. И особенно, когда ты делаешь какие-то усилия, ты ждешь в ответ результат, а когда результата нет, это в чем бы то ни было. Когда результата нет, а особенно если тебя за это, за твое усилие еще дают по голове, то тебе хочется, ну называется взрыв мозга. Ты стараешься, стараешься, а у тебя получается, что не получается. И тогда сохраняй достоинство. Ты человек, и как говорил Максим Горький, это звучит гордо. Я очень горжусь тем, что я человек, я очень горжусь тем, друзья, что я вам могу подсказать, когда вы троллите кого-то, и когда меня троллите, не удивляйтесь, что я отвечаю совершенно спокойно, разумно. Потому что я вас понимаю, потому что я таким, как вы, уже был, а вы еще таким, как я, не были.